Йоу, дорогие друзья, с вами как всегда Владислав Павлов... Чё, блядь, так заново? Йоу, дорогие друзья, с вами как всегда Дилорензи. Вы, дорогие мои подписчики, очень часто просили меня сделать что-то помимо сампа. Йоу, комментатор, который пишет, что сампа больше не будет. Помимо, это не вместо. В общем, я не стал далеко уходить, и это будет та же самая Сан Андрес, но с голосовым чатом. А это значит школьники, быдло и какая-то просто полная дичь. Я всей своей душой рассчитываю на вашу поддержку. И если ты прямо сейчас поставишь лайк, я посажу свою жирную жопу на стул, демонтирую влог и как можно быстрее выложу его на канал. Ну, в общем, всё. Давайте смотреть видео. Ах, да, фокус на моей камере будет немножечко тупить, поэтому не обращайте на это внимания, и в следующем видео я всё исправлю. Ну, а теперь погнали играть. Всем пламенный привет, дорогие друзья, с вами Дилорензи. А рядом со мной стоит грустный и печальный Ричи Гальяне. Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ричи. Ладно, что же, добро пожаловать в российские просторы во вселенной МТА. И прямо сейчас, вместе с этим грустным белобрысым парнем, мы начинаем нашу первую серию выживаний. Не будем медлить. Погнали. Ну что же, друзья, по факту мы здесь находимся первый день. Я заранее позаботился о том, чтобы мы здесь могли хоть что-то купить. Ну что же, Ричи, выбирай любой велосипед, который тебе на вкус. Я тебе доверяю. Ну, понятно, хорошо. Твой любимый цвет розовый, я это помню, окей. На улицах города уже вечер, поэтому, скорее всего, люди находятся сейчас в домах, делают свои типичные семейные дела. А наш Ричи решил покататься на розовом велосипедике. Надеюсь, нам удастся найти себе друзей. И нам будет здесь не так одиноко, как в реальной жизни. О-о-о-о-о, какой-то чувак. Давай с ним познакомимся. Эй-эй, братан, стой. Hello. Ты куда держишь путь? Кукольерный. А-а-а. Сколько тебе денег? 400 тысяч рублей. Оружие надо? Оружие. Да я хотел бы с тобой познакомиться, подружиться. Зачем мне оружие? Наркотики. Оружие. Так, друзья, мы ввязываемся в какую-то плохую компанию. С оружием и с наркотиками нет. Нам такой друг не подойдет в пизду. Так, мы вернулись на спаун. Здесь стоит новички. Дмитро Киноман. Здорово, бро. Что-то он печатает. Чувак, это сервер с голосовым чатом. Тут надо голосом все. Ну что ж ты как... Оба, 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 оба. Вижу какого-то велосипедиста. Я хочу с тобой дружить. Я не хочу ничего от тебя. Просто дружба. Это просто пару слов. Стой, 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 стой. Здорово. Здорово, здорово. Как твои дела? Отлично, твои как? Замечательно. Я тут себе друзей как бы в штате ищу. Никто со мной не хочет общаться. В чем дело? Что со мной не так? Расскажи. Да, нормально все. Просто, видать, все заняты пока работают. Ты занят? Да, да, да. Упредание сейчас. Время идет. Эх, какие же все, блин, в этом городе занятые. Какого хрена? Неужели наша Ричи никому не нужен? Это же за херня. Че? Садись. Куда? Я тебе в лес перейду. А, нет, спасибо большое. Короче, друзья, в этом огромном мегаполисе мы лишь маленькая песчинка и никто с нами не хочет общаться. И чтобы стать хоть кем-то, нам нужно как-то выделиться. И по счастливому стечению обстоятельств мы сейчас находимся у самого модного магазина в стране. И давайте посмотрим, какие костюмчики продаются там. Опа. Так, это что за братанчик в зимней куртке? На улице вроде как 30 градусов, а ты в куртке. Хотя, блядь, че я говорю? Я сам сижу, блядь, в толстовке, мне жарко, пиздец. О боже. Просто посмотрите, это его каменные глаза нет. Я буду пугать сам себя. В писту. О, ребята. Вам никого этот персонаж не напоминает? Владислав Павлов. Я нашел русскую версию Федота Пулемета. Сельский дед, класс. Но это нам не подходит. Воу. Когда я смотрю на этого человека, у меня начинает играть очень-очень знакомая музыка в ушах. Я календарь переверну и снова 3-ем сентября. На фото я твое взгляну и снова 3-ем сентября. Хоть это и душевный человек, но он нам не подходит. О, какой модник, Норфейс. Раф Симмонс. Ёб твою мать, блядь. Пизду модников. Это чё, Николай Соболев? Не, спасибо. Мы пар Горького не собираемся рекламировать. Блин, друзья, но выбор достаточно скушен. Но у меня всё-таки есть одна идея. Я уверен, вам она понравится. Как вам такое? Знаете ли вы, какое у него имя, фамилия, отчество? А, Зубенко Михаил Петрович. Ну или кем он является? Вор законник. Где именно? В Сумиловский городок. Может, вы знаете его кличку? Мафиозник. О, блядь. Ну всё, друзья, поздравляю. С таким-то луком нас точно признают в этом городе. Зубенко Михаил Петрович заступает на пост самого охуенного человека в штате, в стране точнее. Блин, и вы хоть раз видели какого-нибудь мафиозника без своего личного автомобиля? Короче, да. Нам сейчас нужно какое-нибудь транспортное средство, чтобы нас сразу начали уважать. Окей. Так, ну вот он этот автосалон. Тут стоят бэхи, амерсы. Но мы зайдём, наверное, внутрь, чтобы посмотреть ассортимент весь. Это же не единственная машина, которая тут есть, правильно? Окей. Тесла! Нихуя себе! 11 миллионов рублей! Жалко, конечно, что я не варпач. И такую тачку себе в скором времени я позволить точно не смогу. О, Роллс Ройс, это уже что-то ближе к элитной мафии. Прям вижу её в розовом цвете. И на ней написано Зубенко Михаил Петрович. Но, к сожалению, да, блядь, стоит 16 миллионов, поэтому не. В пизду. Париора? Я даже считаю, что грабаный Роллс Ройс будет сосать по сравнению с этой машиной, поэтому мы её берём. О, блядь. Друзья, у меня ещё такого никогда не было. Можете меня поздравить. В первой серии наших выживаний я приобрёл себе охуенное авто. Поэтому БМВ сосат. Друзья, вы просто посмотрите на этого счастливого обладателя машины. Блядь, ну ты что, ездить разучился? Ой, блядь, прощай, капот. Заебись. Просто 5 минут назад купил машину, а мы её уже разъебали. Просто стиль, блядь, мафиозника. Так. Ай, блядь. Нет. Хотел чувака подвезти. Нет. Сука. Так, ладно. Так как мы утопили машину, нам придётся взять новую. Ну, естественно, не покупать, а взять лишь в аренду. Окей, берём вот этот замечательный розовый автомобиль. Вы чёрт жёте над мафиозником? Я не понял, блядь. Так, мы сейчас аккуратненько подрежем этих дебилов, потому что они смеялись надо мной. Сотрите, блядь, сосите. Блядь. Нет, да блядь. Второй раз. Твою мать, блядь. В одну эту же суку канаву упал. Блядь. Друзья, в общем, в очередной раз нам пришлось опять приехать в автосалон, чтобы купить себе новый автомобиль. Блин, друзья, ну тачка огонь, конечно. Честно говоря, никакая приора с ней не сравнится. Я могу на ней делать всё, что захочу абсолютно. Так, это чё, чё за хуйня? Я... Что? Что? Кого подрезаешь ты, блядь? Чепушила, вы вас отсюда, блядь. Слушай, ты, ты с кем так разговариваешь, блядь? Ты знаешь, как меня зовут, нахуй? Э. Сейчас я всё узнаю, блядь. И как тебя зовут? Сейчас я вылету, сейчас мы с тобой побеседуем. А ну давай, имя, фамилию, отчество, блядь. Я даже руки сейчас пачкать не хочу, блядь. Поэтому дубинка тебе сейчас отхуярю, блядь, и всё, нахуй. Пидор грязный, блядь. Ты как с людьми разговариваешь, начальник, блядь? Пидор грязный. Штаны, блядь. Почисти свои, блядь, попу помой. Потом уже разговаривай со мной. Понял? Быдло, ты ебаная, блядь. Ты кем вообще будешь по жизни, блядь? Мафиозник. Я мафиозник. Я из Шумиловского городка. Сейчас я братков своих позвожу, сейчас ДПСников своих вызову, братишек. Я тебе ничем не обязан, ты понял? И ДПСники, ДЦПшники меня твои вообще не страшны, нахуй. Вызывай кого захочешь, я мафиозник. Сейчас тебе это, важные ребята скажут кое-что. Так, друзья, мы походу напоролись на быдло. И сейчас нам нужно от него будет как-то избавиться. Меня зовут Зубенко Михаил Петрович. Я как бы тут этот, ну... Давайте, сейчас мы все спокойно разъедемся. Мне проблемы с быдлом нахрен не нужны, поэтому, блядь. Кайда, давай его, блядь, ебало ему набьем, блядь. Не, не, ну, ребята, давайте, короче, чё тут решать? Давайте я просто уйду, как бы, да, вы там поедете дальше своей дорогой, да? Не, ты уйдешь, когда вы, это, в кошелечке, я почувствую запах купюр новеньких. Какой лавой? Я вам ничем не обязан. Ты должен нам всё... Розовый костюм голосексуалистический, блядь. Ладно, я понимаю, вы тут все криминальные авторитеты, я вам вообще всех уважаю. Сейчас я посмотрю, давайте в бардачке у меня там, возможно, пару миллионов завалялось, как бы, да? 20 лямов насчитай, 20! А, ну ладно, 20, я как бы мафиозник, у меня дорогой костюм от Гуччи, я найду 20 миллионов. Друзья, вы даже не представляете, как у меня сейчас сжалось очко. У меня нет никаких 20 миллионов, поэтому единственный вариант сейчас это... Едь, 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 едь нахуй, фак, они залазят в тачки, мне нужно срочно бежать, какого хуй я напоролся на это быдло, блядь? Так, Миша, спокойно, спокойно, это всего лишь типичное русское быдло. Ты у нас мафиозник, ты у нас элита, они не достойны с тобой разговаривать, Поэтому давайте просто сейчас уйдешь в какое-нибудь укромное место, все забудется и все будет окей. Так, о, тут у нас менты, да? В общем, прямо сейчас перед вами ходит самая авторитетная личность в этом городе. Ваши капитаны все отменяются, ваши генералы все отменяются, я самый главный, слушай меня. Все прямо сейчас скидывай мне по 100 тысяч рублей наличкой. Если вы не можете наличкой, то я принимаю Сбербанк Онлайн, окей? Молодой человек, в ротском пиджаче, никто скидывает, а ничего не будет. Я делаю последнее замечание, если я в следующий раз сюда приду, и вы мне будете тут что-то говорить против, я вас всех тут уничтожу, понятно? Давай, попробуй. Что попробовать? Приду завтра день. Я приду сюда. Короче, друзья, в силу своего авторитета нам удалось навести шороху, теперь нас даже боится милиция. Чувствую, мне будет пизда. БЛЯТЬ! Что отсюда нахуй? Ты чё, охуел, бля? Ты чё, как не проерок, ну-ка иди сюда, побазарим с тобой. Давай, я тебя жду на улице, лошара, блядь. Чё ты говорил там мой адрес, блядь, э? Присядь ты нахуй, ёбаный, хуристок. Чё ты сел, сосать хуй мой, что ли? Я не понял. Я сейчас поясню нахуй, по-пацански, ёбаная, сука, блядь. На, блядь, чё ты там дампофеозника говорил? Что ты мне скажешь, ещё ты сдох, лох. Я могу сказать одно, я ебал одну девушку, и она была похожа на твою дырявую мать, ебать. Нахуй. Мы победили в этом бою, и теперь мы можем снова отправляться на улице города, блядь. Блин, как же, мать его, неудобно ездить на велосипеде. Чтобы ускориться, нужно просто вот так вот, вот так вот ломать букву W, чтобы она сломалась. Так, это чё за звуки, блядь? Ооооо, ооо, ооо, нет, 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 нет. Что может сделать обычный велосипед против гелика? Оу, наверное, перепрыгнуть через забор. Так, пока у нас есть шанс, мы можем быстренько отсюда свалить. Да, сука, мы можем быстрее без велосипеда передвигаться. Какого хуя? О, нет, 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 нет. Как меня в детской борцовской школе учили, езди ловить для борцов. Так, пацаны, пацаны, давайте на расслабоне. Как бы я против вас ничего не имею Поэтому я это, я пошел Пошли нахуй Бля, друзья, я забыл, что это РП-сервер и здесь могут связать И я должен все делать по РП Твою мать Так, ладно, по РП нам нужно сесть в машину Окей, садимся в нее, бля Короче, друзья, мы попали в эпицентр Быдло, я не знаю, что нам делать У нас нет никаких друзей Мы в полной пизде Так, друзья, мы свернули в какую-то канаву И надеюсь, со мной все будет сейчас в порядке Потому что я не хочу прощаться словом Своим персонажем, как бы, да? Какой я нахуй, Элтон Джон? Меня зовут Зубенко Михаил Петрович Вам спеть песню? Да, Элтон Джон, спой Пошли вы нахуй, гопники ебаны Короче, друзья, бегать от них смысла нету Придется смириться Я перестаю, как бы, выебываться Что вам от меня надо? 20 лямов за моральный ущерб бьют У меня нету 20 миллионов Ты понимаешь, что я сюда только что переехал? Я буду трахать, блядь, так, что твоя зоба, блядь, будет страдать Стволы убрать! Так, ребят, они саканули, ребят, они убрали стволы Ребята, сотрите, менты приехали! Блядь, это единственный шанс на спасение, пиздец! Ребята, извините за все мои грехи, за то, что я вас обсирал Меня похитили, блядь! Понимаете ли, товарищи полицейские, ну, празднуем Вот день рождения, у Вахи сегодня день рождения Вот мы на шашлыке, я же говорил, что он певец Вот вы слышали песню поет? Это же знаменитая песня Михаил Элтоджонович Зубенко Меня похитили Слышали ее? Нет? Слушаю Так что, это все пранка Меня похитили, меня похитили Я Мишечка Зубеночка Простите меня, простите меня, полицейские О, что, не знаете эту песню, товарищ? Сука, зачем я к ним тогда пришел и начал гнать на них, пиздец Они же меня сейчас не будут спасать Прошу прощения, вот искренне, прошу прощения У вас что-то... Нееет! Нееет! Я не думал, что в самой первой серии Михаил Зубенко умрет Никто не хочет его воспринимать серьезно И нас просто убили И смерть наступит через 5 4 3 2 1